Турнир по стритболу пройдет в два дня. Сегодня на площадке собрались ребята в возрасте 12-13 лет. Все они любят спорт и стараются принимать участие во всех городских соревнованиях. Иван Савченко занимается в детском футбольном клубе, но сыграть в баскетбол или стритбол тоже не прочь. Мы серьезно настроены на игру, мы к ней готовились достаточно долго. Наши соперники равны по силе. Они тоже, наверное, долго готовились. И мы желаем им тоже победы. Команды сформированы по итогам дворовых игр, прошедших в Центральном районе. Так что под кольцом встретились лучшие игроки из-за вокзального и гагаринского микрорайонов. Значит, у нас принимают по четыре команды, финалисты. Потому что они до этого сыграли у себя, теперь они вышли в финал. И вот они представляют в основном вот эти наши два микрорайона. Мы давно дружим между собой, проводим все эти соревнования, совместно стараемся проводить за вокзальный и гагаринский. Что в итоге сказалось на игре, пожелание Ивана победы соперникам или хорошая подготовка игроков за вокзального района, неизвестно. Но уже на первых минутах воспитанникам 14-й школы удалось забросить в кольцо большее количество мячей. Итог встречи 4-1. Следующими за победные очки с победителями поборолись ребята из заречного микрорайона, но также потерпели поражение. В итоге заслуженное первое место досталось команде из-за вокзального. Ну а завтра за медали, кубки и грамоты поборются игроки постарше. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...